Как любой вирус, ковид — это внутриклеточный паразит, который эксплуатирует клетки человека. Пробирается внутрь клетки, там распаковывается, а клетка начинает синтезировать вирусные белки, нуклеиновые кислоты, потом это все упаковывается, клетка погибает, вирусы выходят и распространяются по другим клеткам. Как происходит проникновение вируса в организм и как защитить себя от него, узнаем в следующем сюжете. Коронавирус проникает в клетки человека через определенные ферменты. Это белки, которые есть у нас на клетках и вырабатывают слизь на дыхательных путях. Первое заражение, когда происходит, он садится именно вот здесь, в носоглотке, в ротоглотке. Почему и мазок оттуда делается? Потому что первое размножение вируса происходит именно там. Вот здесь, когда он мультиплицируется, становится очень много вирусов, он дальше опускается вниз. Он опускается вниз и проникает в легкие. Развивается дыхательная недостаточность. Но самое страшное в том, что разрушив альвеолу, он проникает дальше в кровеносные сосуды. Кровь может оттуда выходить и еще больше сдавливать альвеолу. По словам Андрея Киясова, при тяжелом течении COVID-19 легкие становятся похожи на печень, то есть заполненными кровью. Поэтому в борьбе с коронавирусом важно сформировать коллективный иммунитет. Вся идея вот этих вакцинаций, она сводится к тому, что останутся клетки памяти. И раз есть клетки памяти, то есть есть антитела на какой-то промежуток времени, и есть клетки памяти. Соответственно, если на самом деле коронавирус попадает, то клетки памяти помнят, что есть халат, надо на который прыгать, так сказать, как бы атаковывать. И они быстренько включаются, то есть, по крайней мере, само заболевание даже, я не говорю, что не заболеет, но само заболевание протекает быстрее, потому что очень быстро активируется иммунный ответ для нейтрализации этого вируса. Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улицы Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-3000. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. Джимми Небаева, Универньюз.